Приветствую вас! Вот как-то, знаете, так вот сходу даже сложно увидеть в вашем тексте что-то, связанное с вашими проблемами, да? То есть, сложно увидеть что-то, связанное вот именно с тем, что является именно конкретно проблемой для вас. То есть, видно, что вы человек очень интеллектуально развитый, интеллектуально развитый, интеллектуально открытый, вот, то есть, постоянно развиваетесь, я так полагаю, постоянно держите свой интеллект в тонусе, вот, и поэтому, конечно, сложно так сказать. Давайте начнем мы с вами с ответа на ваш вопрос, который вы задаете, вот, чтобы все-таки соответствовать вашему запросу. Вот, а вообще потом я дам свой взгляд на ситуацию в целом, так как она видится, эта ситуация мне. Значит, ваш муж, бывший муж, очевидно, ну, что чего-то боится, очевидно, что он чего-то боится, очевидно, что он чего-то опасается, угрозу вас, то есть, конечно, сложно представить, чем, чем вы можете ему угрожать, да? Вот, но то, что вы ему угрожаете, это совершенно очевидно, ну, по мнению Муни, по мнению Муни, естественно. Здесь, возможно, замешаны и чувства к вам, то есть, ну, вероятно, здесь есть чувства к вам, потому что он... так в жизни, как бы и не устроился, да, то есть, ну, в плане того, что не построил он отношения. И, смотря на вас, он, быть может, завидует, смотря на вас, он, быть может, чувствует себя хуже. О том, что он с вами расстался, но уже не может выйти из своего состояния такого, да? То есть, что он вот такой независимый, сильный, что он вот совсем справился или справится и так далее. То есть, очевидно, что бывший муж решает какие-то проблемы за вас счет, ну, и за счет дочери. Наиболее, наиболее такая очевидная причина, это невозможность смириться с тем же, что вы живете лучше, чем он. Ну, по его мнению, я специально уточняю, чтобы, ну, чтобы вы не подумали ничего плохого. Зависть, 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 сравнение себя с вами, вот. Возможно, какие-то еще внутренние проблемы. Такое поведение, когда человек абсолютно не думает о ребенке, о том, каково ей, ну, дочери я имею в виду, в этой всей ситуации, вот. Как правило, в таких случаях люди, к сожалению, это не только мужчины, но и женщины бывают, бывают так же, ведут себя таким же образом, вот. Поведение продиктовано собственными амбициями. Иногда это обиды, иногда это определенные ожидания, иногда это просто, вот, мол, как-как, у тебя будет еще больше, а у меня... Ну, у меня ничего. То есть это вот такая мелочность, такая сравнительность, да, то есть, ну, сравнительное восприятие себя и... Ну, и других людей. Вот. А... Можно гадать на самом деле долго. Да, то есть это вот одна из вещей, которые я хотел вам сказать, важных вещей, на мой взгляд. Понимаете, дело не в том, почему мой муж, ваш бывший, ведет себя так. М-м-м-м, дело... Скорее в том, как вы на это реагируете. Понимаете? То есть, то, что вам неприятно, это понятно. Но то, что вы хотите плохой мир... Для своего ребенка. Чем хорошая война. Это вот... Навевает, к сожалению, на определенные подозрения, на определенные мысли, на определенные сомнения. Какого была плана? Ну, смотрите. Во-первых... Здесь есть намек на определенное жертвенное поведение. С вашей стороны. Во-вторых, здесь есть проявление некоторой мягкости, которая неприемлема, если... Речь идет о... Людей... Такого типа, как вас бы к бывшему. Здесь есть желание избежать конфликта, чтобы его не было. И отсюда, возможно, есть не совсем четкая позиция по поводу конфликтов. Ну, просто. Да? То есть... Вы... Не занимаете... Сто процентно... Эффективную позицию в конфликте. Может быть, побаиваетесь конфликтов. Может быть, стараетесь их избегать. Ну, вот. Ну... Так же... Существует... Небольшое... Искажение... Эээ... Вот в этом... Восприятии, что лучше... Плохой мир, тем хорошая война. На самом деле, нет ничего хуже мира... Эээ... Ну, это я вот... Эээ... Как бы, вашей... Эээ... Эээ... Терминологии, да? Выражаю, чтобы вы... Ну... Ориентировались хорошо. Нет ничего... Эээ... Эээ... В котором нельзя расслабиться. В котором нельзя... Почувствовать себя в безопасности. И... В этом плане... Для ребенка... Как бы это вот... Неприятно, может быть, не звучало. Лучше хорошая война. Потому что в хорошей войне, по крайней мере, все понятно. В плохом мире, не понятно ничего. Ну... То есть, вроде бы... Человек есть. Ну, в смысле, близкие люди вроде бы есть. Но они не совсем близкие. Они как-то вот не контактируют, да, друг с другом адекватно. Они там... Пытаются друг друга, там, ну, не знаю, задеть, там, унизить, там, и так далее. Это вот такой момент. И его нужно учитывать. То есть, ваше представление о собственной безопасности не должно переноситься на... Ребенку, ну, на детей. Вот. Опять же, я здесь, может быть, неправильно понял, да, но... Вот, как... Прочитал ваш текст, да, так и сделал вывод. Особо, как бы, совсем еще глубоко не копаю. Далее. Вы пишите. Мне все это очень странно. Вот тут тоже момент. Что именно странно для вас? Поведение ли мужа? Странно. Если да, то чем? То есть, как это не... Как это не вписывается в вашу... Ну, картину мира, да? Допустим. Поведение ли ваше, то есть, вам, ну, допустим, тревожно от того, что происходит? Ну, вот. То есть, то есть, странность в чем? Дальше. Я врач-гинеколог, давно живет сын, большая квартира, нынешний муж преподаватель в вузе, никто ничем не болен и не судим. Вот это вообще к чему? К чему было? Аноним. То есть, понимаете? Вы немножко не в ту степь смотрите. Такое впечатление, что вы ориентированы на социальный аспект. Но, помимо социального аспекта есть еще и аспект гендерный, аспект индивидуальный и аспект родительский. Вот. Ну, вот, родительский аспект чуть-чуть у вас присутствует. Немножко. А вот остальной аспект, остальные два, вы упускаете из виду. Ну, что может говорить о том, что именно у вас, именно у вас отсутствуют эти аспекты. Вашей личности. Я могу ошибаться, конечно. Могу ошибаться. Но, если вам непонятно поведение мужа, бывшего, да, если вам это странно, если вы говорите про некие социальные регалии материальные, вот. То, в таком случае можно говорить о том, что вы просто не понимаете, что именно задевает мужа. Что дело не в том, что вы врач, что ваш настоящий муж преподаватель в УЗИ и так далее, и так далее, и так далее. Если у вас большая квартира, там никто ничем не болит, это не важно. Вашего бывшего мужа что-то задело. Или, как говорят, у него образовался незавершенный гештар. Да, то есть, какие-то действия нужно завершить, и он фрустрирует. Он находится в этом состоянии, в состоянии фрустрации. И он вот из всех сил пытается это завершить. Вообще, очень похожее на просто отстаивание своего. То есть, нежелание вам отдавать все. Да, это восприятие ребенка, ну, как некого аргумента. Да, это восприятие ребенка как средство, как орудие. Да, это так, это так. Если вы видите ребенка, да, если вы его видите, то ему нужно обратно объяснить. Ну, то есть, как вот, ну, понятно, я думаю, 3,5 года, ей так нет, 3,5 года. Понятно, что там еще объяснять что-то. Не очень удобно. Вот. Но, тем не менее, для дочки, для дочки, спокойнее, когда безопасно. Безопасно, то есть, стабильно. Вот. Понимаете? С мужем здесь разговаривать, ну, если разговаривать, да, что лучше всего в такой позиции, ну, например, чего ты боишься? Ага. С чего ты боишься? С чего ты боишься? С чего ты опасаешься? Вот. Что ты, ну, вообще, думаешь, да? То есть, как бы, что тебя напрягает, вот, и так далее. То есть, понимаете, вот это, 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 это вот, то, что реально, ну, то, что реально, на самом деле есть. Да, то есть то, на что вообще нужно обратить внимание, в первую очередь, вот. То есть это ни в коем случае не... Это ни в коем случае не... Что-то предметное, да? Вот, это именно onto-advice. Важно вообще. Понимаете? Вот чувствуется недосказанность в вашем тексте. То есть я хочу сказать, что вроде бы вот вы всё описали, да, вроде бы всё описали, вроде бы всё сказали, вроде бы всё есть, вроде бы всё хорошо. Вот всё как-бы-то, вы успешны, у вас... Проблем, ну, вроде бы вас нет. Ну вот, именно у вас, да, вроде бы у вас нет проблем. Никаких. Проблем в том только у мужа, да, и... Ну, у... Обычного мужа. У дочери. У вас проблема только в том, что... Как бы, ну... Дочь разобрали, да, вот. И... И всё. Ну, на самом деле, мне кажется, что... А... А... Несколько глубже. Проблема? Может быть. Вот там и всё. Вот вы говорите, что не смогли ужиться. Да. Да. Ну, из-за его характера не смогли ужиться. Вы все мужем. Ага. Ну, вроде бы... Вроде бы понятно. Вроде бы. Что... Не смогли ужиться. Но вы же его выбрали? Этого мужчину? Вы же его выбрали? Вы же его выбрали? Вы же с ним жили? Вы не просто его выбрали и не просто с ним жили. Эээ... Как бы... У вас... Эээ... 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 Ну, ребёнок... Появил. Да? Ну, вот. И вот, ээээ... В психологии... В психологии... Эээ... Эээ... Подобные аспекты... Принято считать... Эээ... 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 Ээээ... Эээээ... И отдали ребёнка, да, ну, без присмотра, да, то есть, как бы, просто на доверии, это вот и есть тот паттерн вашего поведения, который может сыграть с вами злую шутку дальше в будущем, вот. Опять же, вы можете сказать, что, ну, а как я, или как я не дам ему поиграть, он же отец и всё такое, да, это всё верно, но вопрос доверия, вопрос безопасности, вопрос защиты, вопрос, там, предусмотрения, вопрос прогнозирования, вопрос некого такого предугадывания, может быть, где-то осторожности, недоверия, понимаете, у вас этого, вот, ну, не просматривается, то есть вы, как сказать, вот отец ребёнка, да, вашего мальчика, сына, дружит с вашим бывшим, бывшим, ой, с вашим настоящим мужем, немножко запутался, вот, это хорошо, я бы даже сказал, что это феноменально, в некоторой степени, в некотором смысле, вот. Вот, у меня такое чувство, что вы не понимаете, насколько это феноменально, вот вам кажется, что это норма, что так вообще вот должно быть, понимаете, но нет, вот ваша, ситуация, которая у вас происходит с бывшим мужем, вот эта ситуация, именно в российских реалиях, ну или среди русскоговорящего населения, я не знаю, где вы живёте, вот, ну, поскольку вы не сказали, что ваш муж иностранец, то, соответственно, я буду предполагать, что он русский, вот, но даже просто среди людей, это нормально, когда супруги борются за своих детей, то есть это нормально, это, это амбиции через достоинство, самолюбие, горды, всё задето оказывается, и чем у кого-то из супругов лучше складывается жизнь, жизнь дальше, тем больнее, тем больнее, больнее тому, у кого нет, складывается, понимаете. И у меня такое ощущение, что вы не видите этого, не видите, как больно задевает мужа ваша успешность, как больно задевает его, например, там, не знаю, тот, у вас, вот, как бы, ну, настоящий муж и отец ребенка, то они дружат, что они, по сути, как бы, всё это образуют такую очень здоровую и правильную экосистему, а он, как бы, на обочине жизни, понимаете, ведь он ни с кем там, как бы, в отношениях долго не находится, понимаете. У меня такое ощущение, что вы этого всего не видите. Возможно, вы производите впечатление наивного человека. В наивности нет ничего плохого, это даже здорово, непосредственно, но не тогда, когда из этого страдают дети, другие люди, и в том числе вы. Возможно, я ошибаюсь. С это я уже, наверное, слишком, слишком углубился, вот, потому что тут могут быть варианты, вот, но тем не менее, тем не менее. С точки зрения мужа и с точки зрения реальности он не делает ничего сверхординарного, экстраординарного. Более экстраординарной выглядит ваша реакция на то, что это странное поведение. Это не странно, это нормально. Очень много людей так поступают. То есть, как бы, я не говорю, что это правильно, я не говорю, что это нормально, да? Вот. Что так и должно быть. Нет. Должно быть так, как у вас отношения складываются со всем ребенком. Так поступают уверенные в себе люди. Это так. Но и с отом ребенком у вас не сложилось, и с бывшим мужем у вас не сложилось. А это уже сценарий. Понимаете? И если вы хотите быть уверены, что вот настоящее отношение, которое у вас есть сейчас, сложится хорошо, лучше вам проработать свои ошибки, которые вы совершили с мужчинами. Ну, то есть, почему отец ребенка остался только отцом, почему с бывшим мужем вы разошлись и так далее. Это два мужчины. Ну, как бы, двое отношений, в которых вы, по факту, ну, как бы, которые вы завершили. Вот. Понимаете? И это нужно смотреть. Нужно это разбирать. Если вы хотите, чтобы, вот, как бы, дальше не было таких проблем. Тогда и поведение мужчины понятно будет, тогда и себя лучше поймете. И, может быть, вести себя будет по-другому с бывшим мужем. Вот. Понятно? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился, если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.